И вот здесь, Настюш, ты смотришь, здесь нигде не установлен знак, что крутой спуск, что ты должна пропускать. Это никого, значит, если тебя как бы скажут, почему ты не пропускаешь, извините, пожалуйста, нету никакого установленного знака, и я не обязана. Если я хочу уступить, то я уступлю, если не хочу, то я поеду сам дальше. Потому что в павелах написано, если здесь знак крутой спуск, тогда только мы вот пропускаем, да? Вот здесь смотришь аккуратненько, бордюр, чтобы не задеть. И вот выезжаем так на центр, центр перекрестки, вот смотрим по светофору. У нас там красный светофор, и мы что, должны включить левый поворотник, да? Вот так выезжаем до края проезжей части, и вот уже зеленый светофор, и убеждаемся тоже, чтобы не проехать на маршруте. Вот видишь, это спереди, мы пересекаемся левым бортом, правым бортом. И вот так выезжаешь, и вот здесь... Можно я там поворотник? Да, поворотник. И уже здесь можно... Давайте остаемся на этой классе, потому что поедем прямо сюда. Хорошо. И вот так. Но ты должна выезжать на крайнюю правую сторону. Да, я поняла. Просто в этой ситуации... Ты сначала выезжаешь, потом включаешь поворотник, убеждаешься в том, что у тебя нету помех. Когда нету помех, тогда видишь... Понял. Вот так. И смотришь далека. Если есть, как бы, светофор горит зеленым, то добавляешь, да? Добавляешь. Но в правилах, как бы, можно и с первой полосы, если у вас светофор горит зеленым, то есть это со стрелкой вперед горит зеленый, то мы можем проезжать. И с крайней правой. И вот так мы едем, переезжаем перекресток, вот так, носишь дежеруль правого. И за перекрестком мы включаем правый поворот и перестроимся на правую полосу. Если на крайней правой нету помех, мы добавляем непреконечко, добавляем тихонечко газ. Держим примерно 35-40 км в час. Выключаем поворотник. Едем, сейчас смотрим. Продолжение следует...